Друзья, праздники закончились и надо вливаться в работу. А для правильного настроя я сегодня подготовил вам просто бомбическое видео про самые необычные и крутые космические стартапы. Они печатают ракеты на 3D принтере, строят для их запуска гигантские катапульты, отправляют в космос сотни спутников и все это на привлеченные инвестиции. Вы узнаете всю правду о частных компаниях, которые стоят на передовом крае битвы за космос и чего они смогли добиться на сегодняшний день. Устраивайтесь поудобнее, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Погнали! А начнем мы с самой известной после SpaceX компании Blue Origin. Прямо сейчас компания Джеффа Безоса испытывает суборбитальную туристическую ракету, New Shepard с многоразовым космическим кораблем, разрабатывает грузовую ракету New Glenn и собственный луноход. Основатель Amazon смотрит на покорение космоса вполне реалистично. Он не заявляет о колонизации Марса, но уверен, что в будущем миллионы людей будут жить и работать в космосе. А первым шагом к этому станет возвращение на Луну. И если луноход Blue Origin будет готов лет через пять, то туристическая ракета New Shepard должна доставить в космос первых туристов уже в этом году. В апреле 2018 года состоялся восьмой успешный запуск ракеты, а в июле была проверена система аварийного спасения пассажирской капсулы. New Shepard меньше, чем Falcon 9. Ракета не предназначена для полетов в дальний космос, но может доставить людей на суборбитальное пространство примерно на 4 минуты. Второй стартап Rocket Lab. Новозеландская компания Питера Бека только в январе 2018 года осуществила первый успешный испытательный полет, а в ноябре состоялся уже первый космический запуск ее ракеты Electron. Декабрь. Второй космический запуск с 13 малыми спутниками Cubsat для миссии NASA и LANA-19. По сравнению с ракетами SpaceX и Blue Origin корабль Rocket Lab небольшой, всего 17 метров в высоту, его грузоподъемность 226 килограмм. Но компания не собирается конкурировать с гигантами, она просто недорого доставляет грузы в космос, выпуская по одной ракете каждый месяц. За прошлый год стартап открыл гигантский сборочный завод и центр управления полетами в Окленде. На этот год у компании намечено уже 16 космических миссий. А следующее – Vision Orbit и Vision Galactic. Два стартапа, входящие в Vision Group. Первый выпускает маленький ракет и менее чем за два года существования разработал ракету Launcher One, которая позволила самолету Cosmic Girl пролететь над Калифорнией в течение 80 минут в ноябре 2018 года. В начале этого года Ричард Брэнсон анонсировал первый космический полет ракеты, а затем многократные полеты на орбиту. Второй же стартап создан для суборбитального туризма и 13 декабря 2018 года уже отправил в космос одну из своих ракет. Четвертый Moon Express – очень интересный стартап, собирающийся добывать полезные ископаемые на Луне. Цель амбициозна и поставлена она давно. Компания еще в 2011 году провела успешное испытание прототипа лунной посадочной системы Lander Test Vicle и объявила о создании роботизированной лаборатории для лунного зонда Merlin. В 2013 году Moon Express успешно завершила испытание собственного программного обеспечения на аппарате NASA Mighty Eagle и представила посадочный модуль MX-1 тероидальной формы, использующий пирооксид водорода в качестве ракетного топлива. А затем из компании ушел инвестор, и работы остановились. Стартап пытался выиграть 20 миллионов долларов в конкурсе Google Lunar X-Price, но мы уже знаем, что там никто не смог победить. Теперь спасти их стартап может только NASA, начавший выделять ему средства с октября прошлого года. Космическое агентство включило Moon Express в список 9 компаний, которые будут бороться за контракты NASA по доставке грузов на Луну. Пятый стартап – OneWeb Грета Уэйлера. Как и Илон Маск, мечтает обеспечить интернетом всю планету к 2027 году за счет нескольких сотен собственных малых телекоммуникационных спутников. Обещаниям компании поверили Ричард Брэнсон, Coca-Cola, Aerobus, SoftBank и другие, вложившие миллионы в этот проект. Причем доставлять спутники в космос будет Россия, а вот доступного интернета от OneWeb у нас не будет. В ближайшие годы планируется осуществить более полутора десятков запусков ракет Союз-2 со спутниками OneWeb. А в 2019 году будут выполнены 4 старта с космодрома Байконур. На 2020 год намечено еще 13 запусков с Байконура и Восточного. Старты могут быть и перенесены, но нам с вами все равно. Проект не получит необходимых частот на территории России. Официальная причина – угроза национальной безопасности. Следующий стартап Planet Labs производит запуски мини-спутников. В 2017 году стартап запустил аж 200 спутников и сейчас занимается анализом данных, одновременно планируя в этом году изготавливать около 40 спутников в неделю. Каждый спутник Planet Lab делает два снимка из космоса в секунду. Затем изображения классифицируются системой и воссоздают картинку планеты из космоса. Седьмой стартап Relativity Space предлагает быстрое создание пригодной к полетам ракеты с помощью 3D-технологий. Подходящий для этого вид печати называется лазерное спекание. Система использует лазерные лучи для последовательного склеивания стертого в порошок металла, в точные сложные структуры с минимальным количеством деталей. К концу 2020 года стартап собирается печатать таким образом до 95% деталей своей ракеты. Сейчас 3D-печать используется для создания примерно 1% деталей. Если все получится, стоимость создания ракеты уменьшится в разы, и это будет настоящий технопрорыв. И заключительный стартап SpinLunch Jonathan & Yanni собирается в 2022 году начать запускать грузы в космос с помощью гигантской катапульты. Звучит бредово, но стартап привлек около 40 миллионов долларов инвестиций. SpinLunch заявляет, что уже построила образец катапульты, которая будет раскручивать ракеты до скорости 8 тысяч километров в час и запускать их на орбиту. По-моему, это скорее мечта, чем реальность. Но если все получится, стоимость запуска ракет у стартапа будет всего полмиллиона долларов, а производительность несколько ракет в день. Это при том, что сейчас подготовка и сам запуск ракеты занимают около месяца и стоят от 2 до 10 миллионов долларов. Но как вам частные стартапы с амбициями на завоевание космоса? Если понравилось видео, ставь лайк, подписывайся на канал и поделись этим видео. I'll be back. Субтитры сделал DimaTorzok